всем привет вы на канале века пешер вязание крючком и спицами сегодня я хочу представить мой очередной отчет по совместному проекту эко стиль связаны ну и сразу то что не вмещается кадр это моя авоська она уже использована сыном по полной связана из остатков хлопка буквально вот такая получилось что одна стенка полностью синяя другая стенка частично зелененькая и тут был белым а . и нашла еще голубой хлопок чтобы довязать не хватило немножко но в принципе я очень довольна сын очень доволен вставлю фотографии насколько он доволен он использует это под свои игрушки которых у него очень много под мячики и даже под собственное тело очень нравится усаживаться в эту авоську такая она получилась так я очень-очень довольна я пыталась связать целый год наверное если не больше то есть давно было мне такая задумка на связать авоську для походов за покупками а сыну под мячики сейчас я поняла ее удобство и в принципе у меня появилось желание связать и для себя пока вопрос из чего потому что хлопка особо у меня нету такого для авоськи у меня есть хлопок для пинеток и то есть по одному моточку здесь думаю нужен один полтора моточка хотя бы одного цвета чтобы сделать это более-менее таким однотонным так ну в общем я это я очень довольна вязала по мастер-классу одной замечательной девушки из youtube здесь ее отмечу вдруг вам тоже будет интересно очень простой мастер-класс именно такой я думаю искалом потому что авосик тоже очень много разных видов когда я выбирала были такие которые вязались по кругу с дном как сумка ручки увязываются а тут именно очень простое вязание буквально прямое полотно и уплотненные края и ручки то есть очень классная модель очень просто мне нравится может это кто-то вязал и знает что это какая-то классическая модель наверно ну я не вязала для меня это первая войска думаю думаю что они последние вот такое мне супер продвижение я сразу начала с этого потому что это мой эффект этого отчета возьму сюда свой хлопочек которые не использовала но еще у нас есть время может быть я его куда-то дену что у нас тут нужно в этом совместном проекте можно вязать допустим авоськи шопперы губки из джута мочалки мешочки для чая платочки вот кстати у меня есть идея с платочком но точно не с этой пряжи потому что я знаю что она красится точно и и куда-то нужно на такое изделие где она не будет соприкасаться с чем-то все буду думать материалы конечно же эко должны быть то есть это конопля допустим леон джут крапива ну и хлопок я взяла хлопок и джут проект продолжается с первого сентября уже и будет до первого ноября генеральный спонсор интернет-магазин группа вконтакте прибалтийская сказка кауни дунда гамидара я прям говорю эти слова а сама просто любуюсь такой пряжи потому что у нас такую пряжу днем с огнем не сыщешь это нужно прям очень постараться поискать ну либо россия велкам да заказать оттуда ну в общем облизываюсь на эту пряжу и идем дальше отчета можно снимать один раз неделю или один раз две недели можно их снимать в канале на youtube можно вконтакте вконтакте есть у нас фотоальбом куда все участницы скидывают свои фото отчеты для итогового розыгрыша подарочков но это не все что я связала отложим пока наш хлопочек сюда помните был у меня моточек джута этот моточек джута плавно превратился в стопку мочалок из джута я их пока еще не использовала чтобы еще успеть вам показать целый набор я просто начала вязать одну затем продолжила вторую потом смотрю хорошо пошло третье потому смотрю вообще отлично пошло четверто связала потом думаю надо до конца моток надо уже довязать что он будет болтаться и появилась пятая шестая и седьмая так скажем набор неделька вязала я спицами плата платочной вязкой или платочной платочными то есть все ряды вязала я все ряды лицевыми оставляла хвостик так ну тут это сильно и оставила оставляла хвостик до когда начинал вязание вязала вязала закрывала обычным способом и потом протягивала второй хвостик сюда и связывала их вместе чтобы получилась такая петелька для подвешивания вот это я не убирала потому что она все ворсится пушится в принципе даже симпатично смотрится бантиком вот такие вот получились джутовые мочалки губки у меня планирую для мтя посуды я так специально себе подгоняла до чтобы допустим вот как губки мы привыкли до размеры такие примерно и я люблю вы так загибать еще когда мой посуду то есть мне вообще это прям класс но еще не попробовала потом и пробуем в каком-нибудь из видео скажу может уже в в отчетном по этому же проекту может в каких-то других видео скажу ну и вот в конце у меня осталась вот такая огромная петля я пока не стала срезать она у меня получилась такая петля связывание этой стопки мочалок из джута очень классные такие тактильно очень приятны то есть она не колючая но такая же жесткая пряжа она немного пушистая чуточку сыпется ну прям чуточку это сыпалась когда я взял ту сейчас ну вот нету ничего но я думаю еще при контакте с водой она конечно будет потом осыпаться чуть-чуть в общем посмотрим как это все дело пойдет я довольна этот моток джутовый у меня лежал уже два года я его я этот моток джута выбрала конечно вообще не для вязания отдельных изделий из него для прокладывания его в своей вязаной сумке и то что осталось оно лежало ждало либо новую сумку ну видимо либо когда я созрела к этим мочалочка очень классно и очень быстро буквально за один просмотр фильма я это все связала очень такие простые вязала на спицах которые мне передала мама в наследство так скажем вот такие вот алюминиевые советские спицы толстенные не знаю даже что это за номер какая-то шестерка семерка восьмерка в общем очень быстро сначала думала крючком кружочки или часть так часть так но оно так хорошо шло что я вот этими спицами быстренько быстренько все это связала очень легкие классные так в принципе это все для этого отчета продолжение по времени возможно еще будет да я еще хочу шоппер у меня остался еще вот такой красный хлопок бесхозный который красится для него что-то нужно придумать может быть у вас есть какие-то советы по тому как сделать чтоб он не красился слышала там как-то обрабатывают уксусом при стирке первой может я осмелюсь что-то свежо обработать уксусом оно не будет краситься но у меня такого опыта нету первое единственное это пряжа которая красится у меня вот это попалось как раз я ее хотела совмещать с белой и белую все перекрасила в розовой очень очень сильно красится итак увидимся в следующем видео где как я говорила в планах да начну сшить шоппер или вязать шоппер или вышивать шоппер ну то есть такое изделие которое заменит пластиковую будет пластиковой альтернативой это как раз то что мне нужно очень я уже нуждаюсь в шоппере ну какой он будет это вопрос поэтому интрига всем пока пока ставьте лайк подписывайтесь на мой канал пишите комментарии аплодисменты ваши твои вас